Старт марафону сегодня дали в Центре народного творчества «Сокол». О своем участии в акции заявили представители предпринимательского сообщества и общественных организаций «Ветераны». О первом вкладе горожан в общее дело Надежда Дурнева. Торжественную церемонию начали с гимна страны. В зале ветераны, молодежь, предприниматели, члены общественных организаций, политических партий, спортсмены, учителя и медики. Открыл встречу заместитель главы администрации по социальной и внутренней политике Александр Гармашев. Он приветствовал неравнодушных горожан, которые заявили о поддержке марафона «Белогорье Крыму». Для нас, белгородцев, это знаковое событие, так как Белгород и Крым связывают достаточно длинные, длительные, дружеские, экономические, культурные связи. Ну и, конечно же, у нас одна общая история. На время мы забыли, может быть, свои какие-то идеологические споры и собрались здесь, потому что мы в едином одном. Жить лучше, жить в хорошей стране, жить в новой и сильной России. Белгород и Крым многое связывают, в том числе и ратные подвиги. Белгородская дружина номер 48 под командованием Редина отличилась при обороне Севастополя в Крымскую войну. Немало земляков отдали свои жизни при обороне города русских моряков в годы Великой Отечественной. Потому ветераны-белгородцы в числе первых пришли поддержать крымчан. Это почетное дело, потому что люди, которые живут там, должны почувствовать, что они настоящие ветераны, точно такие же, как и мы. Областной центр успешно развивает партнерские отношения с городами-побратимами и в Паторе, и Севастополе. Более 20 лет Белгород шефствует над большим противолодочным кораблем «Керчь», который входит в состав Черноморского флота. И благотворительная помощь новому субъекту Российской Федерации, естественно, отмечали участники марафона. Только объединившись, мы сможем создать условия для того, чтобы крымчане почувствовали себя действительно дома. Поэтому я думаю, что мы вместе с поколением ветеранов, мы, молодые учителя, сможем реализовать вот эту атмосферу и создать атмосферу патриотизма, доверия и комфорта. О своем активном участии в марафоне заявили представители городского земского собрания. Они сделали свой выбор. Крым исправил историческую ошибку и стал частью нашего большого государства. И в настоящий момент, когда им особенно нужна помощь, мы все должны откликнуться и обязательно ее оказать. Я верю в то, что, собственно, когда мы окажем эту помощь и, более того, сделаем, по-русски говоря, просто доброе дело, то это еще больше укрепить наш народ, укрепить наше государство и соединить наше общество. Белгород и Крым имеют крепкие и длительные культурные отношения. Ректор Белгородского института искусств депутат Гурсовета Белгорода Ирина Игнатова рассказала, что абсолютное большинство сотрудников ВУЗа заявили об участии в марафоне Белогория Крыму. Они передадут свой однодневный заработок в благотворительный фонд. Вот эта инициатива нашего губернатора Генина Степановича Савченко, любой человек, который ощущает себя патриотом, гражданином страны, должны поддержать. Поддержать, потому что мы сейчас единое целое. В зале Центра народного творчества «Сокол» установили урны для пожертвований. В итоге только во время одной акции было собрано более 650 тысяч рублей. Внести свою лепту может каждый. На портале Белновости опубликованы реквизиты счета для перечисления средств. Надежда Дурнева, Павел Емелин. К этому часу Белгород.